Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать. Именно так хочется сказать, когда оказываешься в баре, владельцы которого взяли, да и организовали настоящую собачью вечеринку вместе со своими единомышленниками. Ее главные гости, вы наверняка догадываетесь, самые милые создания на планете. Четвероногие, хвостатые, с мокрыми носами и добрейшими глазами. Собаки. Каких здесь только нет. И пушистые шпицы, и боязливые йоркширские терьеры, и умилительные корги. Кстати, знакомьтесь, лось. Общего с рогатым парнокопытным у этого обаятельного паренька ровным счетом нет ничего. Рыжий корги завсегдат из столичных баров теперь открыл для себя еще одно местечко. Ему нигде не отказывают, он во все бары ходит. Он был шестимесячный, мы его начали по барам водить, он по всем барам теперь ходит. В Фимках, Москве, его везде пускают. Впрочем, бары далеко не единственное место, куда семья Дениса и Милы не отправляется без своего четвероногого друга. Он путешествовал много, он в Мадриде был, на Санторини был, в Афинах был, в Тбилиси был, в Минске был. Он очень-очень много путешествует. Стало быть, пропустить порцию другую вкусного корма за хорошее поведение для лося задача простая. К тому же в барах нередко он знакомится с новыми, себе подобными. Он очень любит собак, он любит знакомиться, общаться. От этой вечеринки ждем новых друзей. На вечеринку по случаю воссоединения братьев наших меньших прибыл и медведь. С собой взял хозяев Никиту и Анну Кутуриных, чтобы те не скучали, пока сам Миша будет обзаводиться новыми знакомствами и как следует веселиться на док-пати. Он появился в нашей семье относительно недавно, ему меньше года, но он уже стал полноценным и полноправным членом нашей семьи, мы его все очень любим. В отличие от нашего первого героя, Миша на вечеринке в баре впервые. Ему нужно время, чтобы освоиться. Первый раз такое слышим, да, и очень интересно. Попаивается немножко больших собак, но с маленькими чувствует себя комфортно. И пока рядом нет тех самых больших, Миша с удовольствием демонстрирует нам чудеса дрессуры. За вкусняшки, по словам семьи, готов сделать все, что угодно. Точнее, почти все. Миша, лежать. Лежать хочу. Обычно, говорит хозяйка Анна, медведь беспрекословно выполняет все ее команды. Сейчас, скорее всего, просто засмущался. Ну или с толку сбил целый пакет лакомств. Ну, я все ходил. И смотришь, что хочу. А пока одни прыгают, другие лакомятся, третьи удивляют стильным прикидом. Вы только посмотрите на эту компанию и их модный фэмили-лук. Свитшот для маленькой кроличьей таксы по имени Майла подбирала Александра. Ну, это все специально под заказ делается. Говорит, это далеко не единственный комплект в их общем шкафу. Впрочем, Майла в семье Данила и Саши воспитывают как настоящего ребенка. Так что подход соответствующий. Берегут, холят и лелеют. Каждый, кто пришел на вечеринку со своим питомцем, делает так же. Для этих людей собака не просто животное. Она друг, соратник, помощник, член семьи. Инициатором док-пати стала Людмила Пильщикова. У девушки своя грумерная. Если по-простому, парикмахерская для собак. За время работы убедилась в том, что хозяевам не хватает мест, куда бы они могли пойти вместе со своим четвероногим другом. А док-френдли мы эту идею очень пропагандируем. И очень хотелось бы, чтобы такое движение было очень активным в нашем городе. И чтобы везде пускались за массами животными. Мы решили попробовать такое мини-мероприятие. Если все получится, то может быть что-то грандиозное потом организуем. Идею о вечеринке для собак поддержал и владелец бара Виталий Мурашкин. Он и сам обожает домашних животных. Так что в стенах своего заведения всегда рад видеть их вместе со своими хозяевами. В этом одновременно собирается одновременно 5-6 собачек, скажем так, с хозяевами. Ну то есть образовалась своего рода такая тусовка. То есть люди гуляют, заходят, друг к другу знакомятся. По итогу даже потом за одним столом сидят. И ну как-то все стало такое, как родное. Мы подумали, почему бы здесь так же не сделать, то есть не объявить людям о том, что мы являемся такое новомодное слово. Да, это док-френдный бар. С удовольствием на первую официальную док-пати в бар подтянулись 15 собак с хозяевами. Для четвероногих провели несколько конкурсов с призами и угостили целым ящиком лакомств. Ну а для хозяев накрыли фуршет и пригласили стендап комика. Впечатлений масса и все, по словам гостей, положительные. Субтитры сделал DimaTorzok